Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Rage 2. Чё, запрыгиваем в Феникс и давайте посмотрим, куда нам ещё сюда можно поехать. Чё здесь? Штаб саванов. Уничтожить всех саванов. 10 уровень. Пока не решусь. Да, вчера мы это видели. И у меня были грандиозные планы касаемо... касаемо... ковчегов. Но их чё-то немного осталось. Ковчег Гринхайвена. Давайте, наверное, сюда поедем, да? Да, давайте вот сюда поедем. Здесь есть локации 3. Здесь тоже есть. Ну ладно, так и сделаем. Значит, вот сюда перемещаемся, так будет быстрее. А оттуда уже жин-жины. Поедем. Чё-то долго. Феникс, ну стой. Ну-ка. Начнём вот отсюда. Да. Итак, друзья, у нас, как обычно, доеду. Вернее, путь вырежу, как доеду, всё увидите. И вот мы на месте. Так, короче, поднимаемся наверх. Вот так. Что там? Есть. Джунгли какие-то, серьёзно. Это что? Впереди находится костюм рейнджера. Прекрасно. Это мне и надо. Найдите павшего рейнджера. Прикольно. А здесь никого, кроме него, не будет, что ли? Не верю я в это. Сейчас эти засранцы повылазят. Три контейнера. Ну, он, скорее всего, в том доме. Этот павший рейнджер. Стоп. Прям очень сильно светит, но это не значит, что... Так далеко контейнер быть не может. Вот оно. Я жгу, что не может быть такого. Подожди, стоп, он тут? А, интересно, да. Хожу, хожу кругами. А оно, вон оно всё, как в разы проще. Хорошо. Здесь тоже, да? Вот он, я вижу ещё один. Не открывается, что ли? Ну, как вот он не открывается? Ещё как открывается? Тоже нет. Ладно. Здесь ничего, нигде. Сейчас разберёмся. Охо-хо-хо-хо-хо. Как же тебе открыть-то? Вот это что за провод? Здесь, видимо, надо питание дать, я так думаю. Хорошо. Давай. Всё, питание дал. А, ну теперь при этом надо по машинам запрыгивать, да? По-другому никак. Открывайся. Вот он третий, и вот он рейнджер. Прикольно. Концентрация. Личный дневник. Рейнджер Шариф. Все признаки налицо. Нужно лишь набраться храбрости и их увидеть. Я в диких землях дольше всех. Я ходил в разведку, я говорил с собирателями и со старателями. Они рассказывают про воинов в чёрных доспехах, о том, как прятались от роботизированных мутантов-патрульных, и всё это нельзя просто списать на фантазии слабоумных. Мне тоже доводилось видеть следы и обугленную землю. Можете не сомневаться, правительство ещё существует. Оно действует и здесь, в диких землях. У него наверняка есть база. Бойцы сопротивления так и не смогли убить их лидеров, в частности генерала Кросса. Может здесь под моими ногами их штаб? Я продолжу поиски, несмотря на то, что Проули требует от меня вернуться в Виндон. Мне нужно это знать. Ну, она не просто так требовала от тебя вернуться. Потому что понимала, что ты погибнешь, товарищ Шариф. Останки. Ну, нормально. Сто бакинских. Что, это можно вырубить? Ну да, чтобы это лишний раз не биться током. Зачем же нам биться током, если можно не биться током? Правильно. Биться, не биться. Ну, вот как отсюда красиво выйдем. И у нас там еще был знак вопроса. Еще одна неизвестная локация. И мы ее, естественно, посетим сейчас. Она, тем более, тут недалеко. А машина наша вот тут впереди. На очень понятном и безопасном расстоянии. Ее ничего не может зацепить, взорвать и так далее и тому подобное. Что, кстати, было в прошлое или позапрошлой серии, когда ненароком ее цепляла башня правительства, которую мы благополучно снесли. Вот это. Давайте посмотрим, что это. Подожди, Феникс. Бокер, жми на газ. Дорожный блок. Ну, сейчас решим. Это не проблема. Что, вылазишь? Правильно, очень кстати. Отсюда никто не вылазит. Я так понимаю, что это не хмыри. Что мне тут продолжить в качестве оружия? Гранатомет? Как он их назначает по умолчанию? Мне так это интересно. Вот серьезно. Вообще непонятно. Я сейчас приду. Алеша. И буду с вами разбираться. Фил 3 дай мне. Цепляет, гаденыш. Цепляет. Так, поворачиваем. Чтобы не забыть потом. О, это опасно. Я про бочки. Вот так. Хэдшот решает. Откуда они стреляют? Я не вижу. Я серьезно не вижу. Я серьезно не вижу, откуда они стреляют. Надо дай идти. Все. Это у них саб... Уберахнул дамагер, что ли? Так, все. Сейчас разберемся. Давайте. Сейчас похилимся и разберемся. Тебе не повезло, да. Хорошо. Он живой? Живой. Уже нет. Контейнер возьмем попутно. Вот, это же здорово. Сейчас вот это откроем. Там граната, что ли, летела? Кто-то мне там... Прямо в упор, да, по мне шарашило. Ладно, сейчас разберемся. Почему? А вот опять. Что за проблема с этими прыжками на бегу? Очень плохо их видно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я попал, да? Попал. Сдохни, мразь. Откуда? Где? Где, 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 где? Надо же. Он прыгнул на скорости. Это прям что-то невероятное. Ну-ка, где? Говнюк этот. Ой, повезло сейчас. Ой, повезло. Сколько? Два только. Я его только по звуку слышу. А, вот он он. Все? Смотрите, они еще есть? Мне просто непонятно, почему игра не засчитывает убийство всех хмырей. Видимо, еще есть. Да, я так думаю, да. Или здесь их всех убивать не надо. Ну, дорогу я поднял. Наверное, я что-то неправильно понимаю, но, скорее всего, речь идет о поднятом, дорогу поднял, о поднятом дорожном барьере. Но у нас не все контейнеры. Раз, два, все. Вижу, 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 вижу. Здесь, что ли? Прекрасно. Я не Уокер, я Терминатор. Это прекрасно. Это просто чудесно замечать. Уокер, ну пожалуйста, ну будьте человеком хоть раз, а не будь рейнджером. Ведешь себя, как я и не знаю кто. Стыдно за тебя мне, понимаешь? Люди смотрят, как ты запрыгнуть не можешь. Все. Да, локация пройдена, отлично. Больше мы никого в живых не оставили, это радует. Что это такое? Скачет. Вот еще что-то есть. А это что, интересно? Что-то еще упустили? Наверное, какой-нибудь наблюдательный пост или что-то вроде этого. Это свинюшник. Давайте вот сюда припаркуемся. Свинюшник какой-то. Сюда идем? А куда? Наверное, да. Давайте посмотрим. Интересно мне знать. И куда я пришел? Оно вообще не там. Уокер, давай беги, а и не беси, пожалуйста. А куда мы приехали? Мне кто-нибудь объяснит? Это что? Шоу? Убей мутанта, зашибись. Где-то вот здесь? Наверх, что ли, подняться надо? Наверное, да. Не-не-не, я пройду, тут же опять типичный полет будет. А тут как-то можно подняться? Да нет, мне кажется, нельзя. Нет, это очень странно. Это вот здесь, вот. Вот оно. Ну как туда подняться-то? Давайте отсюда попробуем. Ну, я что-то даже не вижу здесь возможности для какого-либо зацепа. Отсюда, если поехать. Ну-ка. Так, есть возможность поехать? Шар висит. Ну и что дальше? Ну вот мост и... А это что? Здесь есть какие-то зацепы? Или они предлагают прям заниматься чистым четким паркуром? Хм? Ну-ка. Может так? Ну слишком это заморочено, мне кажется. Вот прям серьезно, слишком заморочено. Мы, конечно, поднимаемся, не вопрос. Но сюда приезд на машине можно назвать очень условным. Потому что машина черти где. Так. Ладно, фиг с ним. Давайте вот так. Машина под нами получается сейчас. Так, где? Слева. Гнездо крушителей. А, крушители. Ну, пойдемте. К крушителям в гости. Если я вообще пойму, как к ним попадать. Убить дига и дага. Это интересно. Диг и даг. Диг и даг. Че? Че? О! Одного вижу. А, он сразу. Они оба вылазят. Неплохо. Вот это вы видели, да, друзья? Мне интересно, как себя покажут. Так. А, куда тебе стрелять? В колено? Вот куда? А, вот, 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 вот. Твоё обосранное колено. Травмированное, да? Да. Ну, давай. И в жопу можно тебе стрелять. Это, в принципе, неплохо. Тебя дамажит. Не, игра хоть бы какие пояснения, шоль, дала. Касаемо того, как этих дигов и дагов убивать. Ничего, абсолютно. Да, 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 да. Ну, че, не попадаешь, нет? Бывает, бывает. Угу. Дамаг слабый. Очень слабый. Колени твои травмированные, говнатый кусок. Фу, скотина. Так, давай, сдохни, короче. Один готов. Там еще второй есть. 203. По идее, должно хватить. Так, ну че, как обычно. Контрольный выстрел в пердак тебе. Подожди. Где-то у тебя писюн, жопун. Короче, это то, что я считаю писюном. А может быть это и не так, я не знаю. Ага. А, он здесь. Знаете, что я думаю? Давайте с пеколя попробуем с этого пострелять. Че вот будет мне просто так интересно? С огненного смерча. Насколько будет велик урон от него. Хорошо. Че, мне нравится. Ну, нормально. Нормально. В жопу. Ну-ка. Ну, он по плотности, по интенсивности огня, конечно, автомату уступает. Это совершенно очевидно. Так заходит? Да, заходит. Нормально. Ай, скотина. Попал. Попал. Он такой побешеней, побешеней. Да, вопросов нет. Что это было? Я че-то не понял, че это вообще влетело. Давайте сейчас я себе хилки накрафчу. Есть еще у меня? Есть. Но их катастрофически мало. И это плохо. Да, ты че? Вот так, да. Дик-дак. Не-не-не, отходим, отходим, отходим. Отсюда можно его обойти? Зачем? Я отсюда в тебя постреляю. Но он такой. Поагрессивнее, поагрессивнее. Плохо. Дамаг заходит в него. Патронов мало. Ладно. В руки хорошо заходит. А, он сам себя взорвал еще, да? Молодец. Давай сейчас я его нашпигую шестью взрывающимися патронами. Слабо, да? Согласитесь, друзья. А, он еще взрывающийся этими, взрывающимися бочками кигается. Нормально, что-то зашло ему. Неплохо. Попробуем, че? А уж, а уж. А уж, а уж, ты центральный парень, а уж. Надо, знаете, что сделать? Когда он... Офигеть. Когда он возьмет эту бочку в руки. Ну и че там? Пол полоски? Убавилось. Или она потихонечку жрет? Я че-то не вкуриваю, пока как этот пистолет доносит дамаг ему, этому дигу-дагу. Это нет, это нет. Конечно, конечно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты че такой злой? Я не пойму. Да, я тебя убью и все. И все нормально будет, че? Ну, чуть-чуть там, по чуть-чуть. Ну, ладно, хоть найдем ему какое-то применение, че, этому пистолету. Кроме того, чтобы там главного кабана. Ну, это я сам виноват. Со своими испытаниями оружия. Ну, ладно, ничего, можем себе это позволить. Так. Давайте штурмачку возьмем. Он не дает подойти. Есть, не жадничаем, не жадничаем. Сваливаем отсюда. Вот с этого боку заходим. И теперь снова пистолет. Наш козырнячий пистолет. Хорошо, по-моему, зашло, да? Я прям хорошо в него попал. А, ну все, короче. Колени, друзья. Это просто колени, да. Надо было шмалять ему по коленям и все. И нормально. Квартал 2D. Ну, нормально, я считаю, да? Отстрелялись вообще. Хе-хе. Давайте вот так, по традиции. Вот так. Пердак поджарен, господа. Поезд осмотрен и признан безопасным. Так. Ну, я хочу сказать, что мне понравилось мое оружие. Да. Изготовление предметов. Материалы можно тратить на изготовление новых устройств. Для этого нужны чертежи, которые продаются в магазинах. Чтобы изготовить предметы, откройте экран снаряжения и в меню. Игра, ты меня радуешь. Ты мне решила поэтому когда рассказать? Когда мы уже пробежали? Почти большую часть игры, да? Разрабы, вы просто красавцы. Я люблю вас вот за это. Ваша святая невинность, незамутненная непосредственность, да? Сама непосредственность. Так, что у нас там? Контейнеры. Еще есть контейнеры, да? Конечно. Слушайте, ну здесь прям... Вы видите, да, друзья? Тут? Да? Квартал 2D. Пекаль шикарен. Вот прям ответственно заявляю. А что здесь фпс дропается? Я не пойму. Что это за новости? Еще мне не хватало API вулкан, дропающийся фпс. Это ж ужас. Это ж позор. Так. Это вот здесь, я так понимаю, да? Ну-ка. Здесь, да? Вот он, он. Это мы выходим так красиво? Да. Квартал 2D. Дик и дак. Жили-были дик и дак. Оба были... Даг и дак. Жили-были дик и дак. Оба были как мудага. Хе-хе-хе-хе. Квартал 2D. А теперь перед нами стоит главнейшая стратегическая задача. Каким образом спуститься к нашему автомобилю? Он где-то здесь же, да? Наверное, отсюда как-то можно, нет? Нельзя. Игра. Как спуститься к автомобилю, а? Вот так можно? О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тут еще какая-то локация. Впереди. 200 метров. Давайте посмотрим, хоть что это. Меня зачаровал. Квартал 2D. Впереди гнездо мутантов. Гнездо мутантов я не хочу. Что там? Не хочу эти капсулы уничтожать. Я думаю, что это будет вот так. Как нельзя вызвать? Что за бред? А где мой феникс? Игра, ты подкалываешь, что ли? Как нельзя вызвать? А сюда? А, то есть... Это интересно, конечно. Свалив туман со своим гнездом мутантов. И, 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 что? Мы поедем вот сюда. Да, давайте вот сюда поедем, а потом в ковчег Гринхевена. Все, раз... Не, 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 не. Сука тебе улыбнулась, свой чумазый филон. Что? Интересно. Здравствуйте, друзья. Мир домам нашим. Привет. Дрэдвудчане. Или как там у вас говорят, вечер в хату? Ну, есть датапад, можно прочитать про этот Дрэдвуд. Что-нибудь понять. Что из себя представляют его очаровательные жители. Ну, тут у кого-то задание есть. Даже не у одного, по-моему. Здорово! Можно тебя на пару слов? Конечно. Надеюсь, я не слишком тебя отвлекаю. Если ты в самом деле крутой рейнджер, тогда у меня есть работа для тебя. Меня зовут Айрис. Мы своим братом Бернам ищем подходящие объекты для собирателей и продаем участки. Берн продал плохой участок боссу собирателей по имени Рик. Рик был не очень этим доволен. От Берна уже несколько дней не отвезти. Я уже сильно беспокоюсь. Похоже на подставу. Ладно, посмотрю. Где этот участок? Это недалеко. Я отмечу его на твоей карте. Спасибо. Ну-ка, блудный брат. Что за блудный брат? А где он? Ага, ноль из трех контейнеров. Башня на дереве. Ну, это мы посмотрим. Но впереди датапад где-то, друзья. Датапад. Он прям рядом, рядом. Где датапад? Алло. Урки. Здесь. Мне кажется, да. Где-то здесь прям. Вот оно. Нужно подкрепление. Рик, я тебе уже третье письмо пишу. Ты неграмотный или просто тупой? Нам в трактауне нужно подкрепление. Прямо сейчас. Хватит пинать балду в Дредвуде. Помоги мне. Еще один датапад. Вон, за ним датапад. Сейчас потолкуем, подожди. Передавай привет, источник. Феноменальная компания номер 3. Развлечений у нас в Диких Землях, прямо скажем, немного. Я тут прознал, где закопан гроб знаменитой мутантихи, настоящей певицы. Пела, говорят, не хуже тех, которые из людей звали ее трелью. Хозяин местной распивочной даже выделил ей что-то вроде гримерной, а восторженные поклонники надарили ей платьев. Ее, конечно, давно нет в живых, как и ее публики, но зато я нашел могилку. Внутри только пара серег да грязное платье. Серги будут прекрасным дополнением моей коллекции. Еще есть датапад здесь, еще есть. Тут просто их коллекция, этих датападов. Ну, давай мы с тобой пообщаемся, а потом пойдем за датападами. Меня зовут Рик. Командую поисковым отрядом. Я на свалке, считай, родился. Утиль штука прибыльная, если хватает смелости в нем копаться. Тут повсюду полно мутантов, а также ядовитые растения и опасная старая техника. Да, это жесть. А в последнее время стало еще хуже. Банда кабанов захватили мои участки. В прошлый раз нам особенно крепко досталось. Они заняли мой участок на Бурной реке к востоку отсюда и перебили моих людей. Я заключил с крупными шишками источника договора взаимной поддержки. Мне нужен профессионал вроде тебя. Отбей у кабанов участок на Бурной реке, иначе я не смогу... А мы разве не забрали его? Походу, крупные шишки забили на тебя болт. Но я посмотрю, что можно сделать. Как так? Разбри в диких землях. Надо же. Нет, смотрите. Начни там, мы разбирались. Датапад. Да, недавно был новый завод. Стоп, здесь что ли где-то он? Или вот тут? Пойдемте, поднимемся все-таки, посмотрим. Может здесь? Ну-ка. По-моему, вот оно, да? Да, вот оно. Пойло убивает. Мадам, я бы с радостью отправил вам болотное пойло, но на перегонном заводе Фрусома произошло жуткое несчастье. Эрл Фрусом прислал мне сообщение, что его брат Курт погиб. Это немного замедлило процесс, ведь распространением товара занимался именно Курт. Говорят, это был несчастный случай на производстве. Курт провел там много времени рядом с пойлом, что полностью пропитался его парами. И вот, закуривая, самовоспламенился прямо на заводе. Остались от него одни железные зубы. К счастью, перегонный аппарат не пострадал. Еще есть датапад. А где? Наверное, вот здесь? Да. А ты что, охраняешь что ли? Алло. Датапад, где? Эммм, вот он. Всем сотрудникам отряда собирателей ТрансАм. Вчера вечером в том районе пропала третья группа. Да, вся группа до последнего человека. Там видели не одного, а сразу двух крушителей. Конец связи. Ну, это квартал 2D, который мы благополучно зачистили. Можете успокоиться. Там все нормально. Еще есть датапад, а где он? С нами торгашка хотела. Что-то есть. Вот, Лола, это Дредвудский рынок. Товара мало, но крутимся как можем. Все-таки это тебе не источник, ясно? В источнике мне больше нравилось. Зря я уехала сюда с Дредвудком. Соплошные гадины. Не выношу я их. Гадины? В каком смысле? Ну, жаболягвы, кровожуки, личинки-пияжки, даже мерзкие подрядки. Но чем слушать мою болтовню? Скажи, ты покупаешь или продаешь? И то, и другое. Чертеж улучшения гранаты не особо нужен. Заряд форсажа. Так это что? Чертеж улучшения заряда. Модификация оружия. Давайте купим. Правда, что еще модифицировать, я даже не знаю. Если честно. Обязательно. А ты мне скажи, где датапад. С тобой мы уже поговорили, ты мне все рассказала. Ну-ка. Вот здесь. А где я здесь? Игра, ну почему так не точно, а? Очень не точно. Так, а что за старый ковчег около Гринхевена? А, это, наверное, вот он и есть. Павшего Рейнджера нужно будет найти. А потом вот этот ковчег бабахнем. Ну хорошо, до ковчега мы сегодня не дойдем уже. Будем это делать в следующей серии. Там разберемся с этим постом. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok